Издание The Insider опубликовало давно анонсируемое расследование Bellingcat, которое расследует задержание 33-х вагнеровцев в 2020 году в Минске. И этот текст опубликован на страницах этого издания, кстати, занесённого в реестр иностранных агентов в Российской Федерации. Текст я прочитал и хочу сказать, что, конечно, там всё написано размашисто и увлекательно, как в детективе о спецслужбах, о шпионском детективе. И, конечно же, всё представлено как просто ода таланту и гению украинских спецслужб. Это можно понять. Кукушка хвалит кукуша за то, что хвалит он кукушку. Я, как человек, в какой-то степени причастный к украинским делам, я гражданин Российской Федерации, но родился я на Украине. 47 лет из своих 55 я прожил на Украине. Я закончил военное училище в Киеве, факультет радиотехнической разведки, главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. И, в принципе, поскольку примерно представляю, как устроен этот мир, я сам текст могу разложить на составляющие и понять примерно, кто писал, для кого писал, кто целевая аудитория, какие цели преследуются. Но в таких делах очень важно слушать не только кукушку или кукуша. То есть, не только одну сторону. Нужно обязательно послушать мнение другой стороны, может быть, даже третьей, для того, чтобы сформировать общую картину, оценить ее. И я подумал, а кого бы можно было расспросить. Я вспомнил про экс-главу контрразведки Луганской народной республики 2014 года Владимира Громова. И я подумал, а почему бы не задать ему этот вопрос, чтобы он оценил материал инсайдера. Расследование Беллингкет. И я набрал его по телефону. Как водится, там были длинные гудки. Я написал письмо на e-mail. И в результате нашей переписки, ответил он достаточно быстро, я получил ответы на свои вопросы. Меня интересовало два вопроса. Что это было вообще? Почему у украинской стороны случился провал? И нет ли там третьих сил, которые, собственно говоря, что-то сделали, а инсайдер об этом умолчал? Ну, или Беллингкет. Беллингкет в данном случае батарейка, а инсайдер – это лампочка. Ну, то есть, сливной бачок. И я написал эти вопросы Громову, и он на них ответил. Поскольку переписка наша письменная – это не устная, не личная встреча. Я понятия не имею, где он физически находится. Я вам зачитаю ответы Громова, а вы сформируете свое мнение, как относиться ко всей этой истории. Мне кажется, это достаточно важная информация, которая может помочь людям в этом разобраться. Я задал вопрос. Владимир, в сети вышло давно анонсируемое расследование Беллингкет, посвященное истории задержания 33-х вагнеровцев в Минске в 2020 году. Эта история подается как увлекательный шпионский детектив, где Джеймсами Бондами выступают сотрудники ГУР и СБУ Украины. Я сам заканчивал военное училище в системе Главного разведывательного управления Министерства обороны Советского Союза в Киеве. Имею представление о том, кто так может излагать, кто целевая аудитория и какие цели преследуются. Но я уже много лет этим не занимаюсь. И мне хочется спросить об этой истории у реального нынешнего специалиста. Вопрос первый. По версии инсайдера, это была лебединая песня украинских спецслужб после государственного переворота. Вопрос такой. Что это было на самом деле? В каком месте иностранные агенты подменяют реальность, если таковое имеется? И что вы можете сказать, как специалист об этой истории исключительно по материалам инсайдера? Можете ли вы сказать больше, если располагаете какими-либо данными по этому любопытному эпизоду? Громов. Если операция исключительно на материалы инсайдера, то картина произошедшего будет неполной. И диапазон последствий от так называемой спецоперации украинских служб будет сильно обрезан. Я бы начал ответ с вопроса, а что это было вообще? И какова реальная цель всей этой спецоперации? Захватить бойцов сотрудников охранной фирмы, показать их как военных преступников, действовавших против Украины, ну так как украинская сторона имела и имеет достаточное количество военнопленных из Донбасса, и пропагандистская риторика в этом направлении была уже ранее заявлена. Позиция Украины по этой теме ничего нового не несет. Использовать задержанных как инструмент политического шантажа против России, так это и так украинской стороной делается постоянно. Если подвести итог, то это была абсолютно бессмысленная затея, несущая в себе огромное количество рисков, и она не имела никакой эффективности, кроме шумихи в СМИ. Если говорить о причинах провала на основании публикации, не анализировать оперативную часть информации, то необходимо учесть ряд обстоятельств, сложившихся в этот временной отрезок. А именно, договоренность об очередном перемирии и арест охранников мог бы этому процессу перемирия помешать. Перенос срока в реализацию мероприятия внес дальнейшую разбалансированность в координацию этой миссии, что привело бы к более длительному пребыванию бойцов в Беларуси. И, как следствие, они попали под подозрение КГБ Республики Беларусь по факту подготовки мятежа в период президентских выборов. В итоге в одно время сошлось несколько факторов. Подготовка перемирия, несогласованность в офисе президента Зеленского в принятии решений по реализации миссии и предстоящие выборы в Беларуси. Мое субъективное мнение по всей этой истории, что произошел банальный слив информации по готовящемуся мероприятию, который в итоге и стал причиной провала украинских спецслужб. Я задаю еще один вопрос. Не просматривается ли в этой истории влияние неких третьих сил, которые заблокировали украинскую сторону и довели операцию досье до провала? Громов. Если у кого-то есть иллюзия, что украинским силовикам удалось бы вывести охранников из Беларуси, не привлекая внимания, то это большая ошибка. Поэтому незримое присутствие третьей и более сторон абсолютно неизбежно. Но это все инструментарий, я бы больше говорил о намерениях и целях данного мероприятия. Неужели кому-то в офисе президента Зеленского, и ему самому не было понятно, что его просто банально подставляют. Перенос операций и задержание после заявленного перемирия наносит большой политический ущерб Зеленскому как политику, который не только не остановил войну на Донбассе, но и сорвал договоренности по перемирию. А это гораздо больше репутационный удар, чем сорвать договоренности до подписания. И самое важное. Задержание охранников предполагало экстренную посадку борта в Киеве. Думал ли кто-нибудь в СБУ или в Гуре о политических последствиях и возможных санкциях против Украины, если в итоге бы выяснилось, что самолет Украина посадила с целью задержания российских охранников. А ведь на борту находились граждане многих государств, это обычные пассажиры, которые в итоге подвергались бы опасности и давлению в интересах небольшой кучки украинских силовиков и политиков. Тут надо кое-что пояснить. Ну, естественно, как это понял я. Посадка самолета на территории Украины, вот эта посадка борта, в результате которого были бы приняты несколько десятков мужчин в военной форме, ну, или там в какой-то камуфляжной форме, и при этом остальные бы пассажиры оказались бы под риском каких-то силовых акций, это на самом деле международный скандал, особенно после малазийского Боинга. То есть получается, что летать транзитом через Украину опасно вдвойне. Опасно так, что просто все самолеты разбегутся. То есть это такой ущерб Украине, который СБУ и ГУР должны были просчитать на входе. Но они, похоже, это не просчитали. Отсюда видно, что их посвятили только в ту часть, которую они хватают эмоциональным интеллектом. Они не просчитывают долгосрочные последствия своих действий. И это на самом деле колоссальное понижение самих украинских спецслужб. Как бы там Беленкет не надувал щеки и не попытался их там как-то приподнять. Какой бы была реакция и Турции, и Беларуси, и до всего мирового сообщества в ответ на эти действия украинских властей. Так что в итоге, по большому счету, украинские силовики подставляли не только Зеленского, но и понижали бы репутацию Украины как государства, в котором отдельные политики решают только свои личные вопросы и удовлетворяют свои болезненные амбиции. Ну а теперь я бы хотел добавить те выводы, фактура по которым проигнорирована в публикации инсайдера. И то, что осталось за кадром. Ни для кого не секрет, что украинские спецслужбы прямо или косвенно подставляли руководство России в отношении с Белоруссией. И сливая информацию КГБ Беларуси, лично Лукашенко по российским охранникам пытались внести раздрайв канун президентских выборов и помешать намечающимся интеграционным процессам по созданию союзного государства. Естественно, подобный замысел был разработан и скоординирован спецслужбами США и Великобритании. И это и есть та самая третья сторона, которая была наиболее заинтересована в расколе между Россией и Беларусью. Украинским же силовикам была озвучена только часть этого плана и посвящение в планы структур ГУРа и СБУ и лично президента Зеленского было лишь в той части, где был обозначен только их круг интересов. Так что нетрудно догадаться, кто в итоге и слил эту информацию. Что получилось в итоге? Союзные интеграционные программы России и Беларуси подписаны. Украина окончательно испортила свои отношения с соседней Беларусью. Чем это грозит украинской власти, нетрудно предпросчитать. В то же время иллюзиям украинских силовиков, которые были заложены в плановые интересы этой акции, не суждено было сбыться в части их громогласных заявлений, что они достанут и накажут всех, кто выступал против госпереворота на Украине. Это большая ошибка. Когда спецслужбы Украины думают, что именно они играют партию, на самом деле разыгрывают их самих за их же спиной. Хочу обратить внимание, что замысел всей операции заключался не в Зеленском, не в СБУ и не в Гуре. Где все произошло? В Минске. В какое время? Накануне президентских выборов и, в общем-то, буквально аккурат в тот момент, когда начиналась спецоперация по Беларуси и западных спецслужбам. В чем был замысел? А замысел был в том, чтобы русских охранников в тёмную использовать для того, чтобы поссорить Белоруссию с Россией. И накануне движухи в Минске отрезать Лукашенко любую помощь со стороны России. Замысел-то, в общем-то, и очевиден. И украинские спецслужбы в данном случае использовались исключительно как исполнительный инструмент, и их слили в самый последний момент, чтобы они не помешали исполнению американского или британского замысла, связанного с Лукашенко. Ну, в общем, вот так вот я разложил то, что написал мне Владимир Громов, и предлагаю вам высказаться на этот счёт самим. И ещё один важный нюанс, который я прочитал между строк. Перемещение группы молодых мужчин в камуфляжной одежде, ну, во всяком случае, с рюкзаками, через границу Российской Федерации никогда не может пройти бесследование. Именно для этого существуют таможенные посты, всевозможные контроли и так далее, и так далее. И, конечно же, по таким группам всегда происходит аналитика. Я думаю, что российские спецслужбы просто не отсвечивают, но на самом деле их вклад в то, чтобы американский или английский план не состоялся, очень-очень немаленький. В общем, вот такая эта история с инсайдером и Беллинкетом. Я вам показал ответы Владимира Громова. Напишите в комментариях, как вы это всё воспринимаете, как оцениваете и что вы об этом думаете.